Мои хорошие, всем большой привет и добро пожаловать к нам в гости. Ну что, к нам сейчас приезжали опять родители, привезли два пакета вкусняшек. Сейчас будем вместе с вами разбирать, что же они купили. И заезжали в аптеку, кое-что из лекарств взяли, я попросила. Еще мы сделали мистера картошку. Вот, так что пойдемте смотреть, что же нам привезли. Так, ну давайте первый пакет. Это у нас кукурузные палочки. Так, три штуки. Ой, лимонад купили. Лимонад, лимонад. Так, сосиски. Ой, не могу достать. Сосиски и лимонад. Сколько тут? Три бутылки лимонада. Лимонад я вообще не просила, ну ладно, пускай ребятишки попьют. Так, так, и что еще? И лимоны. Я сейчас беру прям водичку с лимонами. С лимоном прям отжимаю лимон. И добавляю немножко меда. И делаю водичку. В общем-то мы пьем с Машунькой. Я себе делаю такую пол-литровую баночку и Машуньки делаю. Потому что что-то мы, в общем-то, как-то захворали. Так, следующий пакет. Так, это у нас... Что это они, мандарин купили что ли? Точно. Так, мороженое. Представляете, купили мороженое. Я говорю, мы болеем. Она говорит, потом съедите. Так что сейчас я его уберу в морозилку. Потом ребятишкам, когда выздоровят, разрежу и покушаю. Так, здесь лекарство. Сейчас потом покажу, что за лекарство. Дальше баночка такой вот икры для бутербродов. Вот. Так, что еще, что еще? Кириешки. Так. Соломка. Колбаса. И сгущенка. Бутылочка сгущенки. Так, ну все. Так, что из лекарств? Сейчас я вам покажу, что. Это вот этот крем, который, вам помните, я вам говорила, я беру его и для интимной гигиены, и для лица, вот где-то какие-то высыпания, где-то что-то, и для ног, и в общем, везде я его использую. Я в этот раз взяла я прям большую упаковочку. Большой крем. Так, что кто не пробовал, обязательно всем советую, прям классный крем. Суперский, реально работает. Его берут и для младенцев, да, после опрелости. Ну, в общем-то, крем такой, в общем-то, действительно работает. Ну и здесь у меня леголь. Потому что что-то у меня заболело горло, я не знаю. Дальше. И дальше это парацетамол. Парацетамол у меня тоже заканчивается. Там буквально пару штук, наверное, осталось. Ой, и все. Так, ну и, в принципе, вот и все лекарства. В общем-то, вот такие у нас были гостинцы от родителей. Вот. Ну и рассказываю, что-то сегодня я как-то, знаете, встала. У меня болит немного горло. Вот. Ну, полощу горло. И, знаете, к вечеру чувствую такая вот какая-то ломота в теле. И сейчас померила температуру 37,1. Вот. Хотела сегодня поубираться на кухне, помыть все фасады. Сверху все помыть. Уже давненько этим не занималась. Но что-то, знаете, к вечеру как-то так не особо такое состояние. Не очень-то хорошее, так скажем. Вот. И, не знаю, может быть, буду, может быть, не буду заниматься сегодня кухней. Еще, в принципе, время у нас 35 минут шестого. Посмотрите, мне к вечеру полегче станет. Потому что я пью орбидол. Сегодня стала пить, кстати. Парацетамол, ну вот водичку, лимон и мед прям разбавляю. Отжимаю немножко лимона, чайную ложку меда и размешиваю и пью. В общем, уже сейчас третью баночку сделала, полулитровую. Ну, это, в принципе, не проблема. Я воду пью. Это даже еще лучше, чем просто водичка. Вот. Что еще, что еще? Ну, у меня стирается стирка. Как бы, вот. А так состояние, конечно, не особо. Вам хочу сказать такое вот. Больше, знаете, какая-то ломота такая в самом деле. Не знаю. Так что все равно вирус есть. И он никуда, как говорится, не девается. Пока все, наверное, не переполеем. Вот. Кто не верит, что есть коронавирус, он есть на самом деле. Это еще как. Вот. Сейчас у Маши такое же состояние, как у меня. Вот. Ну, в общем-то, знаете, у кого-то раньше, у кого-то позже. Я думала, все-таки нас пронесет. То есть, Ваня переболел, и все. Ну, нет. Как бы, нас тоже немножко цепануло. Но будем надеяться. Я говорю, чтобы не было большой, высокой температуры. Ну, вот и все. В принципе, здесь стандартное лечение. Орбитол, полоскать горло, побольше питья. При необходимости либо ибупрофен, либо парацетамол назначают. Ну, и все лечение, по сути. Если нет острых каких-то симптомов, да, это уже, конечно, назначается антибиотик. Ну, а так, при таком состоянии, вот такое стандартное лечение. Да и все. Вот. Девочки, продолжаю снимать видео. Рассказываю, что далее у нас было за эти дни. Снимала я последний раз вот буквально в понедельник, да, что вы сейчас смотрели. А сегодня уже среда. И в понедельник уже вечером у меня поднялась температура 38,1. И, в общем-то, все пошло и поехало. Я дальше заболела. Вчера был вторник, заболел Гоша. У него тоже, знаете, 37,1 вечером была. Ну, больше температура не поднималась. Но горло у него побаливает такой, знаете, ну, вроде бы, как бы активный, вроде играет. Но все равно. Такая легкая заложенность носа. Сегодня среда. Дети пошли в школу. Ваню, кстати, выписали во вторник. Хотя в среду было запланировано взять повторный ПЦР-тест. Но все отменили, понимаете, отменили карантин. Буквально, да, нам надо было еще до вторника сидеть на карантине. Она позвонила как раз в понедельник вечером. И сказала, что все, все карантины сняты. То есть можно передвигаться спокойно. Вот, сначала понатворили дел. Позакрыли всех, да, кто заболевший, кто с заболевшим, как в контакте, как мы, да, просидели эти дни. Все позаболели. Можно было проще делать, да, выходить на улицу, открывать дом и все проветривать. Тогда наверняка бы, наверное, вот такого бы не случилось. Как сейчас. У меня опять жутко болит горло. Я не знаю, сегодня особенно. Вот те дни оно так немножко подбаливалось. Сегодня у меня вообще прям горло болит. Хотя я полощу, я брызгаю горло. Я, знаете, ну все применяю. Ну какая-то такая ерунда. Ну, в общем, у меня в понедельник, вот я вам говорила, к вечеру поднялась температура. Вчера у меня утром была 37,1 и все, больше температуры не было. Вот такая вот нормальная температура. 36,3, 36,8. То есть подъема температуры нету. Даже 37. Вот. Ну, состояние, слабость такое. Вчера вообще прям очень сильно ломало прям кости. Тогда будем говорить. Сегодня вот этой такой прям сильно ломоты нет. Но сегодня, грубо, болит горло почему-то сильно. Ну, вот так, в общем-то. Такие у нас дела. Саша тоже больничный вчера съездил, закрыл. Вот. Сейчас у него выпали дни, где он отдыхает. То есть ему сейчас на смену в воскресенье. Вот. Что еще? Что еще? Ну, как я вам говорила, что дети сегодня были уже в школе. Маша сегодня поехала к третьему уроку. И то они приехали. И у них урок отменили вообще. Понимаете? У них должен был быть урок английского. Но урок не состоялся. И детей распустили домой. Завтра у Маши 7 уроков. Да-да. Вот. Что еще? Что еще? Ну, в общем-то, вот так. Ничего такого не делаю дома абсолютно. Вчера, правда, сняла с плюс Гоши я. Потому что Саша, ну, как-то не хочет с ним контактировать так сильно. Но сегодня он, кстати, тоже вот как-то себя неважно чувствует. Вчера сменила постели. Ну, все. Вчера постель выстирала. Ну, все, что смогла, выстирала. Сегодня еще вот пледы с кровати тоже стираю. Что еще? В принципе, больше ничего. Чувствую себя отвратительно. Если честно так признаться. Все хотела помыть на кухне. Все фасады и все. Как я вам уже говорила вперед. Но ничего так я не стала делать. Думаю, зачем я себя буду насиловать. Да, и вот этим всем. Потом уже станет полегче. Мы вместе с вами, конечно же, этим займемся. Вот и все. В принципе, больше ничего такого у нас не происходило. Врача себе я не вызывала. Так как, ну, хоть бы температура и больше не было, да, подъема. Думаю, в принципе, отлежусь. Горло полощу. Гоша горло полощет. Вот он, кстати, иди сюда. Расскажи девочкам, как ты себя чувствуешь. Идеально. Идеально. У тебя болит горло? Чуть-чуть. Чуть-чуть болит. Ну, ты полощешь, да? Угу. Мама. Мама. А у меня на кадре голос меняется? Да нет, наверное, так же. Что ты еще девочкам хочешь сказать? Ребят. Желаю, чтобы вы не болели. Самое главное, да? Что еще пожелаешь девочкам? И чтобы всегда все любили. Ой. Всегда все любили вас. Ну, вот так. В общем-то, лечимся. Продолжаем лечиться. Думаю, дай-ка дозапишу такое окончание, ну, нашего небольшого, коротенького ролика, да? Вот. В принципе, все, девчонки. Больше нечего сказать, да, Гош? На улицу мы... Хотя на улицу разрешили ходить, но мы заболели, и на улицу просто неохота даже идти, потому что, ну, самочувствие такое не очень такое. А вы нам что в комментариях пожелаете? Интересно, мам? Ну, девочки напишут нам комментарии, да? Угу. А что? Когда можно было на улицу идти, нельзя было, да? А когда нельзя, тогда можно. Мам. А давай у нас будет такой прикольчик на канале. Какой? Вопросик дня. Какой? Любой? Любой, конечно. Ну, ладно. Давай. Какое ваше самое любимое животное? Ну, вот. Ребята напишут, да? И кем вы хотите работать? Ну, девочки уже наверняка работают. Да? Нет, ну, маме, нас еще дети смотрят. Ага. Ну, ладно. Ну, что? Будем заканчивать? Угу. Давай пожелаем всем крепкого здоровья. Угу. Чтобы никто никогда не болел. Чтобы витаминчиков... Побольше ели, да? Угу. Водички побольше пили. Угу. У меня здесь вот стоит... Вода с лимоном. Водичка с лимоном. Уже вторая баночка. Одну выпила. И вторая баночка. А можно мне... А сделаешь с ней? Напей. Держи. Холодная. Нет, она тепленькая. Мне надо горяченькую. Ну. Мне горяченькая больше понравилась. Все. Увидимся с вами скоро. Всем. Пока-пока. И ставим лайки. Если вы, конечно, понравился вам ролик. Но если не понравился, то можно и дизлайк поставить. Все по-честному. Ну да. Все. Пока-пока. Пока-пока. ПО-честное. Здравствуйте. Продолжение следует... Продолжение следует...